Проявление глобального изменения климата сегодня как никогда заметно в США и в Нью-Йорке в частности. Воздух в крупнейшем городе Америки прогрелся до рекордной отметки за всю историю метеонаблюдений. На улицах мегаполиса сейчас находится мой коллега Валерий Кипелов. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Валера, какая нынче погода вне нашей студии? Привет, Лиза. Погода в США сегодня столь же разнообразна, как и сама Америка. От минус 17 по Цельсию в Северной Дакоте, это крайне американский север, до плюс 27 на южном берегу Солнечной Флориды. При этом, в общем и целом, температура для конца декабря очень нехарактерная и преимущественно высокая. На юге и в ряде центральных районов США погода из рук вон плохая. Более того, смертоносная. По разным сообщениям, от 7 до 10 человек погибли в результате торнадо, ливневых дождей и градов. Таких штатах, как Миссисипи, Теннесси и Арканзас. Ударами стихии уничтожены или частично разрушены десятки жилых домов, повреждены дороги, мосты, повалены деревья и столбы линии электропередач. Тысячи домов остались без электричества. В больницы поступают сотни пациентов с травмами. Для нашего города это просто разрушительно. У нас очень мало ресурсов. Карета скорой помощи, она же пожарная машина. Еще есть одна цистерна и один насос. И все. Вот раскапываем завалы, чтобы пожар не случился. Ну а в Нью-Йорке сегодня, 24 декабря, в католический сочельник, плюс 22 градуса по Цельсию. Правда, моросит дождь. В день независимости 4 июля этого года в городе Большого Яблока было всего на градус теплее, плюс 23. В Центральном парке сейчас на деревьях набухают почки. Туристы со всего мира, приехавшие посмотреть на белое, то есть снежное Рождество по-нью-йоркски, как в известных голливудских блокбастерах, видят совсем другую картину. Я очень рад, что мы прихватили с собой футболки с коротким рукавом. Такого мы точно не ожидали. Я не раз бывал в Нью-Йорке зимой, обычно тут в это время года лежит снег. Тогда это, конечно, больше похоже на Рождество. Мы привезли с собой толстенные зимние куртки, думали, что придется тут спасаться от холода. Но, как видите, куртки мы оставили в гостинице. И вот я гуляю в футболке. В футболке сегодня и я. Погода позволяет вспомнить весну и даже лето. И по прогнозам синоптиков, такая благодать продлится как минимум до конца этой недели. Завтра в Нью-Йорке температура опустится до плюс 18, в субботу до плюс 11, а в воскресенье снова взлетит до 20. Такого здесь не помнят даже старожилы. Официально это самый теплый сочельник за всю историю наблюдений. Лиза? Спасибо, Валера. Это был мой коллега Валерий Кипелов.